Маленький помощник. В новых домах устанавливают системы автоматического регулирования температуры. Не реже одного раза в год. Почему Госэнергонадзор держит на карандаше каждый датчик? Боевая готовность. В Беларуси празднуется 35-летие со дня образования МОНа. Самое главное – терпение, здоровье и всего самого наилучшего. Кто в рядах отряда спецназначения? У природы нет плохой погоды. На четверг синоптики объявили оранжевый уровень опасности. Что ждать от небесной канцелярии? А также драйвер экономики, в новый дом и машина будущего. Образец белорусского электромобиля презентуют до конца года, когда начнется производство. Итоги уходящей среды подводят наши корреспонденты и я, Елизавета Липеева. Сделай свой выбор. Президент подписал ряд важных указов. Документами предусмотрено провести выборы в Палату представителей Национального собрания и местные советы депутатов 29-го созыва в единый день голосования. 25 февраля 2024-го. В Совет Республики 4 апреля. Центр избиркому, государственным органам и другим организациям поручено принять меры по организации. Правительство обеспечит финансирование и проведение за счет средств республиканского бюджета. Под надежной защитой белорусский ОМОН празднует 35-й день рождения. Сотрудники специального подразделения органов внутренних дел ежедневно стоят на страже правопорядка. Бойцы особого назначения ведут борьбу с преступностью, обеспечивают общественную безопасность, оперативно реагируют на различного рода проблемы и справляются с этим на все сто. Уважаемые коллеги, от всей души я вас хочу поздравить с этим праздником, днем образования отряда милиции особого назначения. Особое слово благодарности родителям, тем, кто воспитал настоящих защитников своей страны. Я хочу пожелать женам, родным и близким, всем тем, кто ждет дома, самое главное – терпение, здоровье и всего самого наилучшего. ОМОН – сила. Где ОМОН, там действительно победа. Спасибо вам. В нашем городе подразделение ОМОНа существует уже больше 10 лет. Бойцы занимаются силовой поддержкой при оперативно-розыскной деятельности, охраняют порядок на массовых мероприятиях. Бобруйская команда – одна большая и дружная семья. Там всегда готовы подставить друг другу плечо и помочь, а старшее поколение передает свой опыт новобранцам. Сладкий приз, маршрут развития и ключи в новую жизнь. В стране с начала года построено более 32 тысяч квартир, чем обусловлен небывалый спрос. Громкие заголовки дня далее в специальном обзоре. В Беларуси продолжается ускоренный рост экономики. Главный драйвер – промышленность. Вклад в ВВП – более 60%. Самые прибыльные отрасли по итогам работы прошлого месяца – машиностроение, производство бытовой техники, легковых автомобилей. Продукция не идет на склад. Запасы сокращаются за полгода почти на миллиард рублей. Более 32 тысяч квартир построили в стране с начала года. Почти половина введенных в строй квадратных метров для тех, кто нуждается в улучшении жилищных условий. Треть – для жителей села. Всего ключи от новых домов. В 2023-м получат более 6 тысяч многодетных семей. К слову, некоторые воспользовались предложением решить квартирный вопрос за счет строительства в малых городах. Глава концерна Белгоспищепром и Март подписали график поставки сахара на 2024-й. Для населения должно поступить 182 тысячи тонн сладкого продукта. Такой объем обеспечит всех жителей страны и сбалансирует цены. Поставки экспорта увеличатся в 2,5 раза. Новый образец белорусского электромобиля планируют презентовать до конца года. Организовать производство отечественного современного транспорта до 2025-го – одна из главных задач главы государства. Сейчас работа идет по двум направлениям. Так, НАН трудится над созданием, а завод Белджи – над выходом на рынок. Продукция красного пищевика завоевала в Минске на международной выставке ярмарки ProdExpo 2023 главную награду – Гран-при. Также компания получила золотую медаль и почетное звание открытия года. Такого внимания удостоились мармелад, дрожжей, жевательный зефир со вкусом баблгам. Вирус из-за рубежа. В стране зарегистрировано 59 случаев кори. Треть из них – завозные. Заболеваемость отмечается в каждой области, кроме Брестской. В Могилевской зафиксировано 23 случая. Главные симптомы – высокая температура, сыпь, поражение дыхательных путей. В Бобруйске под наблюдением находились 42 человека, которые контактировали с заболевшими. Но, к счастью, подтвержденных случаев не выявлено. Единственной защитой обращаюсь особенно к родителям. Это является вакцинация. То есть нужно получить прививку против кори. Она делается в год и в 6 лет. Делается бесплатно. В стране-соседке России заболеваемость корью выросла почти в 300 раз. Зарегистрировано около 8 тысяч случаев. В мире более 9 миллионов. Из них – 136 тысяч с летальным исходом. К слову, в прошлом году смертность от вируса увеличилась на 40%. В Бобруйске ежедневно продолжается рост новостроек. Вместе с городом совершенствуется и наполнение домов. Одной из новинок стало внедрение систем автоматического регулирования температуры. Госэнергогазнадзор держит нововведение на постоянном контроле. Юлия Вердер оценила ноу-хау. Один из самых главных аспектов комфортной жизни в квартире – тепло. Особенно это важно в холодное время года. В новых домах за это отвечает система автоматического регулирования температуры. Небольшой щиток контролирует и поддерживает стабильный градус в помещениях в зависимости от погодных условий за окном. С самого утра сотрудники Госэнергогазнадзора снимают показатели и наблюдают за работой. Это нужно для того, чтобы система регулирования работала чётко, чтобы теплоноситель поддавался согласно параметрам температурных графиков энергоснабжающих организаций, а также согласно температуре наружного воздуха. Главное преимущество установки – экономия тепловой энергии. Автоматическое регулирование температуры позволяет поддерживать устойчивый градус и сокращать затраты на отопление. Система абсолютно безопасна в эксплуатации и обеспечивает равномерное распределение. Ещё один немаловажный фактор – благодаря её использованию снижаются выбросы вредных веществ в атмосферу. Данная система обеспечивает оптимальные режимы работы, которые регулируются в зависимости от температуры на улице. Этим обеспечивается экономия и оптимальная, то есть чтобы люди или не мёрзли, или наоборот не перегревались при изменении температуры наружного воздуха. Отопительный период в самом разгаре. Одним из главных источников получения тепла и горячего водоснабжения остаются газовые котлы. Такая востребованность с лёгкостью объясняется доступностью и низкой стоимостью. Для стабильной работы регулярно проводится техобслуживание. Отказ от проверки чреват последствиями пожара, взрыва, утечки. Работы по техническому обслуживанию газоспользующего оборудования выполняются специалистами газоснабжающих либо обслуживающих организаций на основании заключённых договоров. В соответствии с правилами пользования газового быту, периодичность установлена не реже одного раза в год, если иное не предусмотрено заводом-изготовителем. Плюсы систем автоматического регулирования температуры очевидны. Экономия и безопасность стоят на первом месте. Теперь можно не беспокоиться о погоде в доме и спокойно заниматься делами, не отвлекаясь на жару или холод. Юлия Вернер, Дмитрий Шевцов, Бобруйск, 360. В четверг-ноябрь проверят белорусов на прочность. Синоптики объявили в стране оранжевый уровень опасности. Метеорологи 23 числа обещают сильный ветер, гололёд. Для тех, кто ещё не достал сантресоли и тёплые вещи, самое время сделать это прямо сейчас. Днём во многих районах ожидается сильный снег, местами метель. Столбики термометров ночью покажут от 4 до 9 градусов мороза. А по юго-востоку и того больше. Днём воздух не сильно прогреется, ожидается от минус 4 до плюс 5. Ухудшить ситуацию резкое и очень существенное падение атмосферного давления. За сутки на 30 миллиметров, что может негативно отразиться на самочувствии метеозависимых. ГАИ, в свою очередь, напоминает о предельной внимательности на дорогах, как для водителей, так и для пешеходов. Не лишним будет проверить техническую исправность авто. Сразу после нас сирена, моя коллега Кристина Ариан с обзором криминальных новостей недели. Не пропустите. Это всё из событий к этой минуте. Смотрите нас в интернете и соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо! Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»